Сибиряки внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Это отмечали многие военачальники, это отмечали и сами немцы в своих письмах и в своих воспоминаниях. Более 200 красноярцев были удостоены самого высокого звания, звания Героя Советского Союза. Имена героев теперь хранятся на страницах книги. В 41-м на фронт ушло больше 450 тысяч жителей края. Каждый третий не вернулся. Историями подвигов красноярцев дышат многие города, в которых побывает наш автопробег. На Мамаевом кургане в Волгограде, к примеру, фамилия артиллериста из Минусинского района высечена на мраморной плите. Именем героя названа и не одна улица. Один из красноярцев, уроженец Минусинского района, хвостанцев Михаил Поликарпович, он получил звание Героя Советского Союза в Сталинградской битве при обороне города-героя Волгограда. Он с гранатами, когда уже все бойцы были ранены, у него осталось несколько гранат. Он подбил немецкий танк, но был смертельно ранен. С этого немецкого танка танк был обездвижен. Его именем названы улицы в Минусинском районе, еще в нескольких регионах. Вы тоже можете рассказать историю подвига своего деда или прадеда. В городах, где мы побываем, в местах, где они сражались и погибли, автопатриоты возложат цветы. Присылать свои рассказы и фотографии можно на нашу почту, она сейчас на экране, или на специальный сайт пробега автопатриоты.рф. Мы собираем истории красноярцев, жителей Красноярского края, чьи деды или родственники воевали, либо работали на оборонных предприятиях во время Великой Отечественной войны, в тех городах, где пройдет наш автопробег. Дело в том, что мы едем почтить память как раз красноярцев, которые воевали, возможно погибли или просто работали во время Великой Отечественной войны, работали на победу. На сайте автопробега уже сейчас можно найти все самые свежие новости о том, как наши участники готовятся к дорожному приключению. А после 16 августа, когда экипажи красноярцев отправятся в дорогу, следить за их передвижениями можно будет в режиме онлайн. Сайт автопатриоты вообще это неотъемлемая часть всего проекта большого нашего. И он создан в первую очередь для того, чтобы любой человек мог зайти на него и смотреть все актуальные самые новости, которые сейчас происходят с участниками в режиме онлайн. То есть мог связаться с участниками, с организаторами, с ведущими проекта, где бы он ни находился, будь то житель края или, допустим, какой-то город на маршруте пробега будет. Он может написать, связаться, возможно встретиться или присоединиться. Сайт это еще и кладезь советов от бывалых путешественников, что нужно обязательно посмотреть на солнечном полуострове и где отдохнуть. Виктория одна из героинь нашей рубрики признается, Крым глубоко запал в сердце. И больше всего запомнился город русской воинской славы Севастополь. Город такой теплый и исторический. Исторический в том плане, что да, на самом деле там дедушки играют в домино. Там в центре представлены театральные костюмированные шоу, корабли, морской воздух. Мы были в музее, в мемориальном комплексе. Спускались 35-й береговая батарея погибшим севастопольцем. Советую его, конечно, обязательно посетить, потому что это очень большой мемориальный музейный комплекс. Он очень полезен для истории, которую на самом деле нужно знать. Присылать свои истории не только про Крым, но и про другие города нашего маршрута можно на сайт автопатриоты.рф. Мы их обязательно опубликуем. А у наших путешественников появилась еще одна миссия. Специалисты музея Мемориалы Победы попросили нас привезти землю из Севастополя для одного из экспонатов. Здесь в панораме представлены гильзы с названиями городов-героев. Внутри каждой гильзы хранится земля с городов-героев, с братских могил, где воевали наши красноярцы. К сожалению, гильза с названием города-героя Севастополя в свое время была утеряна. Мы ее восстановили, но земли в данной гильзе нет. И поэтому, если участники автопробега привезут землю в гильзу с названием Севастополь, мы будем очень вам благодарны. Мы обязательно выполним эту просьбу и привезем землю с места боев в Севастополе. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости.